МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала CBC «Экономика дня». С вами вместе Хаял Мамедова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин посетит Азербайджан в конце сентября. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Посетить Азербайджан Владимира Путина пригласил президент Ильхам Али в ходе встречи в Сочи 1 сентября. Планируется, что российский лидер прибудет в Баку 25 сентября. Об этом уже сообщил глава Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками Леонид Калашников в ходе видеомоста Баку-Москва на тему «Новый виток Азербайджана-российских отношений». По его словам, в Баку лидеры двух стран проведут рабочую встречу, которая будет шлифовать те вопросы, о которых стороны договорились или не договорили в ходе переговоров 1 сентября в Сочи. По мнению же большинства аналитиков, основной упор в ходе визита в Баку президента России Владимира Путина будет сделан на развитие экономического сотрудничества. В том числе стороны могут договориться о заключении новых партнерских соглашений. Об отношениях Азербайджана и России в свете предстоящего в Баку визита президента Владимира Путина говорим со старшим экспертом ООН по проблемам глобальной энергетики, исполнительным президентом Московского международного нефтяного клуба Тогрулом Багировым. И на связи со студией по скайп с нами вышел немецкий журналист и политолог Александр Рар. Спасибо, что пришли и присоединились к нам сегодня. В студии уделили нам время в своем плотном графике. В отношениях двух стран, как я отметила, на первое место выходят именно экономические отношения. Об этом свидетельствует и совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества, которые президенты подписали по итогам переговоров в Сочи. В частности, в документе подчеркнута важность создания наиболее благоприятных условий в торговле для развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Это еще не весь перечень. План экономического сотрудничества охватывает период вплоть до 2024 года. Почему Азербайджан и Россия делают основной упор на экономическое сотрудничество? Интересы России и Азербайджана совпадают и во многом коррелируются не только в области сотрудничества в Каспийском регионе, в региональных, по региональным вопросам, но также по общемировым, в частности, в области энергетики. Ну, будучи, как бы, человеком, который занимается больше энергетикой, нефтью и газом, хотел бы я сказать, что как раз сотрудничество в области нефти и газа становится достаточно таким кроегольным в отношениях между Россией и Азербайджаном. Вы знаете, 1 сентября было подписано соглашение с Роснефтью, и это, кстати, не первое соглашение. Мы знаем о том, что Лукойл достаточно активно присутствует на азербайджанском рынке и был подписантом соглашения, которые завтра все в Баку будут отмечать. Это годовщина так называемого контракта века. Также Лукойл участвует и в проекте «Шах до низ» газовом мегапроекте, об этом тоже не надо забывать. Поэтому мы говорим о том, что есть, кстати, сотрудничество очень активно и с «Газпромом», поставки российского газа. Поэтому мы можем говорить о том, что нефть и газ являются очень важной частью вот этих новых экономических отношений между двумя странами. Я считаю, что вот визит президента России, он будет служить как раз более такому поступательному развитию, скорее всего, будут согласованы и новые проекты. И все это будет говорить о том, что и Азербайджан, и Россия выступают за тесное стратегическое сотрудничество, которое соответствует интересам, национальным интересам двух стран. Спасибо, господин Багиров. Александр Глебович. Мы видим, что Россия работает и будет дальше продолжать тесно сотрудничать с Ираном, несмотря на то, что Иран сейчас попадает под санкции. Очень интересное развитие сейчас наблюдается между Россией и Турцией. Турция сейчас медленно поворачивается в сторону от НАТО и Европейского Союза к более тесному сотрудничеству с Российской Федерацией по ряду вопросов. Она не становится союзником России, она начинает близко сотрудничать с Россией. И тут создается, как я сказал, новые предпосылки для совсем новых проектов и нового сотрудничества. Вот Китай точно нельзя бросать с счета, потому что Китай будет, это все эксперты об этом говорят, в ближайшие годы наращивать свою стратегию шелкового пути, то есть делать большие инвестиции, прокладывать пути, дороги, транспортные пути, магистрали, создавать инфраструктуру от с востока на запад, прямо до Европы, в восточную Европу. Азербайджан лежит на этом пути, так же, как и Российская Федерация. Тут гигантские возможности сотрудничества и совсем другой вид региональных экономических рынков здесь появляются. Поэтому на это надо обратить внимание. Что касается энергетики, то самое главное для России, как мне видится, это не сделать из Азербайджана конкурента, а постараться совместно договориться, так же, как сказал господин Багиров. Совместные проекты, совместные, может быть, освоения и построения евразийского рынка газа и нефти. Вот в связи с этим, я думаю, есть очень много, о чем господин Алиев и господин Путин могут поговорить. В этой связи только, если позволите, я бы добавил, что ценность каждого партнера, она очевидна и понятна. Что касается отношений евразийского в евразийском сообществе, это очень, в принципе, уникальная и очень правильная. Это идея еще, ну, султана Абишевича Назарбаева. Поэтому мы говорим о том, что, в принципе, развитие по всем азимутам. И недавно, по-моему, было озвучено решение о том, чтобы Азербайджан стал наблюдателем при шанхайской организации. Это как раз движение в том направлении. А что касается вот этого нового шелкового пути, One Road, One Belt, этой китайской программы, то она как раз проходит через Казахстан, Азербайджан, далее Грузию и так далее. И так же проходит через север-юг, это Россия, Азербайджан и Иран. Поэтому совершенно справедливо, что транспортные проекты, они будут так же играть очень существенную роль вот в таком поступательном развитии отношений между двумя странами. Вот как раз сейчас, говоря о транспортных проектах международных, предлагаю послушать небольшую часть заявления президента России Владимира Путина по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхам Малиевым. И Владимир Путин назвал наиболее перспективный, один из наиболее перспективных проектов между Азербайджаном и Россией сегодня, именно международный транспортный коридор север-юг. Одним из наиболее перспективных проектов считаем создание международного транспортного коридора север-юг, который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями, позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу. Общая протяжённость этой артерии составит более 7 тысяч километров. Она будет включать в себя железнодорожное, паромное и автомобильные сообщения. При этом существенная часть коридора север-юг пройдёт по территориям России и Азербайджана. Подчеркнув, что работа по отдельным участкам маршрута уже ведётся, в будущем году наши страны намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур. И не переходя ещё к обсуждениям, просто предлагаю послушать, что сказал об этом ещё господин президент Азербайджана Ильхам Алиев, какие уже возможности получают Азербайджан и Россия от эксплуатации международного транспортного коридора север-юг. В этом году, по сравнению с прошлым годом, по транспортному коридору север-юг транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. И это только начало, поскольку этот масштабный глобальный проект будет охватывать страны и континенты. И тем самым транзитные возможности наших стран увеличатся, будут созданы тысячи новых рабочих мест. Всё же получается, больше ставку делается на транспортные проекты, да? Не энергетические? Нет, я думаю, что всё-таки всё в совокупности. Это энергетика, транспорт, это сотрудничество в области сельскохозяйственной продукции, также в области машиностроения. Мы можем говорить ещё и о том, что, скорее всего, после подписания конвенции по правовому статусу Каспийского моря, будет решён вопрос и о так называемом транскаспийском газопроводе. И там же, и в этом проекте, скорее всего, Россия будет принимать участие. И это будет некий новый пример такого нового сотрудничества. Что касается транспортных проектов, они действительно очень важны. Важны и потому, что они приносят очень серьёзную прибыль, но и потому, что они сближают народы. Здесь, естественно, будет проблема, связанная с Ираном. Мы все знаем о том, что часть санкций уже введена, часть будут введены в ноябре, и они будут отличаться от санкций, которые были и которые мы видели до сегодняшнего дня. Они будут гораздо более жёсткие. Поэтому, скорее всего, в этом смысле будет некая пауза. Но эта пауза не говорит о том, что в стратегическом плане эти проекты не будут развиваться. Поэтому, когда уважаемые президенты говорили в Сочи, они имели в виду, прежде всего, развитие транспортных проектов по многим направлениям. Север-юг, восток-запад, либо запад-восток. И в этом смысле обе страны могут активно сотрудничать. Например, я знаю, что российские железные дороги активно сейчас сотрудничают с азербайджанскими железными дорогами. Проходство Каспийское, Каспар с российскими партнерами. Поэтому всё это говорит о том, что сотрудничество будет нарастать, и совсем скоро Азербайджан станет очень важным торговым партнером России. На сегодняшний день Россия, кстати, является, если я не ошибаюсь, по многим показателям первым, а по некоторым показателям вторым крупнейшим торговым партнером Азербайджана. То есть это само по себе говорит о новом. Да, об этом говорил как раз и господин президент тоже. Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту, и находится на первом месте для азербайджанских экспортеров ненефтяной сферы. То есть это уже само по себе говорит о масштабах и важности сотрудничества между нашими странами. Очень много инвестиционных проектов, о которых Владимир Владимирович сказал, осуществляются и имеют перспективу на будущее. В целом в торгово-экономической сфере мы ожидаем увеличения товарооборота, укрепления интеграционных связей и создания еще лучших предпосылок для сотрудничества между нашими компаниями. Господин Рар Александр Глебович, вы как? Вот господин Багиров сказал о таком проекте, как транскаспийский трубопровод. Как вы считаете, возможен ли он и будет ли участвовать в его реализации Россия также? Ну я опять согласен с тем, что сказал господин Багиров. Может быть по транскаспийскому коридору есть у меня, может быть там, ну другое видение. Поэтому мне кажется, что если этот транскаспийский коридор будет построен, то если я сейчас скажу такую крамольную идею, но я все равно думаю, что может о тебе не можно размышлять, то газ пойдет из Азербайджана не на запад, а на восток. И это интересно. Сам транскаспийский коридор, который хотели проложить вот до последних 20 лет, это фактически коридор из Казахстана и Туркменистана в Азербайджан. А что касается транспортных коридоров, магистрали, которые будут построены с юга на север, с севера на юг, ну это просто великолепно. Это так и надо. Если есть деньги для того, что вкладывают средства в эту инфраструктуру, то это выиграют все. В первую очередь, конечно, простые люди, которые будут получать работу. Инфраструктура будет создана там в деревнях, в городах. На трассе будут созданы всякие сервисные станции. Рынки будут развиваться. И почему вот инициативу построения вот этих коридоров из Азии в Европу нужно возлагать на них, на китайцев, которые действительно успешно будут строить, я уверяю, и вы, наверное, с этим согласны, свой шелковый путь с востока на запад. Я напомню, что президент России планируется, что приедет в Баку 25 сентября. Спустя два дня в Баку намечено проведение девятого заседания российско-азербайджанского межрегионального форума по экономическим вопросам. В частности, да, вот контакты, они участились. Помимо этого, в повестку включена также возможность проведения до конца года трехсторонней встречи уже в России между президентами Азербайджана, России и Ирана. То, что трехсторонний формат был создан еще в Баку. С этой точки зрения, как вы думаете, вот то, что участились эти регулярные встречи, регулярные визиты, что можно сказать об отношениях двух стран? Ну, это, собственно, и подтверждает то, что мы уже сказали, что отношениям придают очень такое большое значение, причем личностные отношения. Отношения между двумя президентами, они очень теплые и такие дружественные. Да, об этом они сами тоже говорили. Но, смотрите, 25 сентября приезжает президент России и спустя два дня уже проходит межрегиональный форум. Ну, тут есть еще, как бы, такие личностные факторы интереса. Вы знаете, в Баку начинается чемпионат мира по дзюдо. Поэтому, насколько я понимаю, Владимир Владимирович, как человек, который занимался и занимается дзюдо не по книгам, а в реальности, поэтому, наверное, ему будет достаточно интересно принять участие. Я так понимаю, это будет некое совпадение. Тем не менее, вот эта чистота этих встреч, она, как бы, свидетельствует о том, что действительно отношения придают большое значение. Эти отношения хотят действительно вывести на такой подлинно и реально стратегический уровень. И, наконец, третье, сделать эти отношения и сотрудничество необратимым по многим аспектам. И в этом смысле, я так понимаю, что и Азербайджан, и, естественно, Азербайджан, и Россия, они только выиграют. Потому что отношения этих двух стран, они уходят глубоко и далеко века. Это многовековые отношения двух народов, которые проживали в этом пространстве сотни лет. Очень правильное замечание, которое сделал господин Рар, когда заметил, что и отношения с Турцией у России развиваются очень динамично. Поэтому мы можем, кстати, и говорить о том, что, наконец, после многих лет и многих десятилетий определенных дискуссий, вот это так называемое славяно-тюркское начало начинает проглядываться. Я не хочу забегать вперед, тем не менее, хочу сказать, что мы действительно с большой надеждой должны смотреть в будущее и видеть вот эти отношения как эталон и образец добрососедства, сотрудничества и партнерства. Вы знаете, экономика превыше и как бы во главе всего, после того, как вот эти отношения экономически достигнут такого серьезного развития, легче будет решать и другие вопросы, в том числе и политические, и геополитические. Поэтому я считаю, что развивая экономические отношения, экономическое сотрудничество, проводя вот эти так называемые межрегиональные форумы, все это как раз идет в копилку тех новых отношений, которые можно и нужно строить вот сегодня, в 21 веке, когда цифровая экономика как бы диктует. Вы знаете, мы находимся сейчас во власти цифровой экономики, а раз так, то лидеры двух стран, они задают тон и задают так называемые параметры и масштабы сотрудничества. Вот все, что сейчас и после 25 будет происходить, это как раз наполнение вот этих рамок сотрудничества реальными проектами. Поэтому можно говорить о том, что как бы движение вперед достаточно такое динамичное, поступательное, и все это внушает большой оптимизм. Александр Глебович, что можете сказать о частоте встреч и сверке часов лидеров двух стран, Азербайджана и России? Те же самые вопросы, которые сейчас успешно, очень успешно решает Азербайджан со своими соседями, придется и этим странам решить. Иного пути, мне кажется, нет. А что касается организации, платформ, в которой все мы будем работать, мы об этом говорили в начале. Вы, по-моему, даже сказали, что не исключено, что Азербайджан когда-то станет наблюдателем. В большой, крупной азиатской организации, которая, я думаю, сейчас уже определяет судьбу мира. Хотя на дне еще несколько месяцев или где-то мало назад посмеивались. Это шанхайская организация сотрудничества. Потом, все-таки как-никак, мы видим, что серьезно, я не знаю, какие закрытые договоренности сейчас были подписаны между Пекином и Москвой, но я уверен, что вопрос сейчас главный, который обсуждает Путин и Кси, это вопрос ухода от доллара. И конец долларизации мировой экономики. Господин Багеров, что вы думаете о том, что говорит? И в последнее время эта тема очень актуальна стала, да? И даже была одной из тем наших недавних выпусков программы «Экономика дня». Может ли Азербайджан вслед за соседями отказаться от доллара США? Ну, я так считаю. Я, конечно, не экономист в таком чистом виде. Поэтому я не думаю, что нам удастся отказаться, не нам конкретно, а странам отказаться от доллара вообще. Потому что, в частности, допустим, нефть и газ, они номинированы в долларах. И даже европейские страны тратят почти 400 миллиардов евро, покупая нефть и газ, да? Причем это не американский газ и не американская нефть. Поэтому, скорее всего, это такая стратегическая идея. Но то, что сейчас происходит, действительно взлом международных торговых отношений, взлом договоренностей и соглашений, которые есть, взлом всемирной торговой организации, все это действительно толкает таких новых гигантов, новых тигров экономических нашего мира, как Китай и Россию, к тому, чтобы начать думать и реализовывать так называемый план Б. А план Б заключается в постепенном отказе от доллара. Но повторюсь, что я не думаю, что это произойдет очень быстро, произойдет очень легко и безболезненно. Это займет достаточно большое время. Но не говоря еще и о том, что не все вечно. И, скорее всего, те, кто рушат сегодня международные экономические и торговые отношения, они вполне реально совсем скоро могут уйти на отдых. А те, кто придут, они, скорее всего, ощущая и понимая ответственность своей большой страны перед миром, скорее всего, скорректируют эту политику. Но не говоря о том, что вся эта политика санкций, введение новых тарифов, вот сегодня, вчера объявили о том, что США вводят новые тарифы по 200-миллиардному экспорту в Соединенные Штаты, Китай ответил адекватно. Таким образом, эта торговая война действительно превращается в войну и превращается в такую реальную войну. Поэтому все это говорит о том, что мир переживает сегодня серьезный такой этап напряжения. Как-то повлиять может это на Азербайджан? Из него, кстати, никто не выйдет победителем. Если сегодня испытывают затруднения, и мы говорим о том, что примерно на 1% экономический рост Китая будет замедлен в этом году, то, скорее всего, и Соединенные Штаты будут испытывать проблему в ближайшем будущем, потому что это все ударяет бумерангом. Это не может работать в одну сторону. Что касается Азербайджана, то я считаю, что пока ситуация, кстати, и для России тоже более-менее благоприятна. Ну, оставляем в стороне санкции антироссийские, это немножко другой вопрос. Но цена на нефть, банальная цена на нефть будет высока. Потому что, во-первых, ситуация, во-вторых, геополитика. Вы три сценария называли. В свое время я называл три сценария. Я все еще считаю, что, конечно, Иран не пойдет на такое ужесточение, на закрытие Армузского пролива, на такое резкое обострение. Но будем смотреть, как говорится, будем смотреть, что в ближайшие два месяца произойдет. Но то, что цена на нефть будет держаться на очень высокой планке, и, скорее всего, перейдет за 80 долларов за баррель, это однозначно. Но это отрицательно не повлияет на экономике стран? Да, на Европу однозначно. Но чего хотели, то и получили. Естественно, на Европу плохо, на развивающие страны плохо, но нефтедобывающие страны будут получать дополнительную прибыль. Я об этом и говорю. Что, в принципе, пока и Россия, и Азербайджан находятся в ряду стран, которые от этого напряжения в целом могут получить дополнительную прибыль. Я не говорю о том, что все это потом и макроэкономика повлияет, и будет, соответственно, влиять и дальше на экономические показатели. Но, тем не менее, все и минутный эффект будет положительный. То, что Азербайджан будет дальше продавать газ на Запад, это факт. Но мне кажется, что тут нужно гораздо внимательнее нам всем, господину Багирову, мне, другим, посмотреть на изменяющую роль Турции. Турция не хочет просто там быть транзитером газа и зарабатывать можно над этим, а хочет стать хабом и продавать этот газ сама. То есть, там нужно будет с Турцией очень сложным образом договариваться, это понимает сейчас Европейский Союз, поэтому там определенные проблемы возникли. Что касается, и все-таки это хочется тоже сказать, потребления газа в Европе, я лично согласен с господином Багировым, что действительно Европе, в принципе, нужен по всей логике дополнительный газ. Потому что Европа должна, если подписала все эти договоренности по защите климата, уходить из углевой промышленности, отказываться от большой части нефтяной промышленности, нефти, и ориентироваться именно на газ, который мог бы действительно обеспечивать даже электроэнергию в Европе. Но на это тоже нужно смотреть как на фактор, чтобы в конечном итоге определиться, сколько газа будет в Европе и на сколько вырастет нефть. Да, она вырастет, но не настолько, потому что появилась очень серьезная альтернатива. Плюс, конечно, Америка заполняет мировые рынки своим дешевым сланцевым газом, своей там новой нефтью, что тоже, конечно, будет влиять на ценообразование во всем мире. Долгализация экономики, я думаю, со временем будет болезненный процесс, естественно, но мы будем все-таки из-за этого выходить. Это политическое решение сейчас, в 2018 году определилось. Я думаю, Америка разрушит мировую торговую организацию, она ей больше не нужна. И мы все это поймем, и тогда будем создавать свои региональные форумы, свои региональные структуры, в том числе и на большом евразийском пространстве. Россию и Азербайджан, все было сказано уже, конечно, Я думаю, там очень добрососедские культурные связи. Очень много эти две страны и два народа связывают. И я не вижу, чтобы на пути сближения или даже большой, может быть, дружбы между Азербайджаном и Россией где-то что-то стало бы наперед. Спасибо большое, Александр Глебович. Спасибо большое, господин Багиров. Я напомню, в эфире телеканала СБС была программа «Экономика дня». Говорили мы об отношениях Азербайджана и России в свете предстоящего в Баку визита президента Владимира Путина. Наши гости Александр Рар, немецкий журналист и политолог, который находился со студией на связи по скайп. Итогрул Багиров, старший эксперт ООН по проблемам глобальной энергетики. Исполнительный президент Московского международного нефтяного клуба. Еще раз спасибо вам за то, что пришли. Вам за то, что подключились с нами онлайн по связи в скайп. Я прощаюсь с вами и с нашими телезрителями. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин